ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. ГИБДД активизировало работу по поиску автомобилей, зарегистрированных на несовершеннолетних. Эта уловка существовала много лет. Вписывать в графу владелец ТС ребенка или подростка и таким образом избегать штрафов можно было до 1 января 2020 года. Например, в Москве за последние месяцы автоинспекторы выявили несколько десятков малолетних хозяев авто. На них было оформлено более 2000 постановлений. ТРАССА 101 Обокрали машину. С такой неприятной ситуацией российские автовладельцы в этом году сталкиваются чаще. По данным одной из страховых компаний, значительный всего на 30% увеличился интерес злоумышленников к внешним декоративным элементам, молдингам, колпакам и эмблемам. Краш магнитола, акустики и других предметов из салона стало больше почти на 20%. На 14% выросло число пострадавших от похитителей колес. При этом воры нередко предлагают своим жертвам выкупить вещи. ТРАССА 101 Что-то слишком много подарков автомобилистам. Вот, глядишь, правила техосмотра упростят. А штрафа за отсутствие диагностической карты не будет. Да, в Госдуме заявили, что логичнее было бы не вводить с марта следующего года штраф в 2000 рублей за отсутствие техосмотра. Ведь надобность в его регулярном прохождении у миллионов автовладельцев скоро пропадет. Законопроект принят в первом чтении. Взыскание будет распространяться лишь на водителей коммерческого транспорта, как и обязанность раз в год или раз в полгода являться на ТО. ТРАССА 101 Никаких чудес с маркой УАЗ не произойдет. Предприятие отказалось от разработки так называемого русского Прада. Внедорожника, который мог бы прийти на смену Патриоту и составить достойную конкуренцию знаменитому японцу. Мол, времена сейчас тяжелые. Кроме того, завод отказался на неопределенный срок от серьезной модернизации буханки и создания собственного бензинового турбомотора. ТРАССА 101 Россияне по-прежнему не слишком охотно приобретают новые автомобили, оснащенные дизельным двигателем. Первое место тут прочно удерживает Рено Дастер, констатирует агентство Автостад. Дизельная версия кроссовера сейчас обойдется минимум в 1 миллион 300 тысяч рублей. На второй строчке находится Хёнде Санта-Фе с начальным ценником порядка 3 миллионов. Замыкает стройку лидеров Toyota Land Cruiser Prado по цене от 4 миллионов 200 с лишним тысяч рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. ТРАССА 101 ТРАССА 101 ТРАССА 101 ТРАССА 101 ТРАССА 101